Здравствуйте! Лекция читается для студентов специальности производства строительных материалов, изделий и конструкций. На кафедре строительных материалов и технологий архитектурно-строительного факультета. Дисциплина заполнителей бетонов. Тема нашей лекции – испытание заполнителя в бетоне, влияние заполнителей на свойства бетонной смеси. Цель нашего занятия, цель лекции – изучить испытание заполнителя в бетоне, определение пригодности заполнителя для получения бетона требуемой прочности. Сегодня на лекции мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Это первое – исследование заполнителей в бетоне. Второй вопрос – влияние заполнителей на свойства бетонной смеси. И третье – приготовление бетонной смеси. На прошлой лекции мы с вами рассмотрели различные методы исследования заполнителей. И многие из этих испытаний заполнителей, они, конечно, условны и не всегда дают надежные сведения об ожидаемом эффекте их использования именно в бетоне. Включены же эти испытания в действующие стандарты главным образом потому, что методы их проведения, они сравнительно просты и достаточно доступны многим производственным лабораториям для систематического массового контроля качества материалов. Это в основном так называемые экспресс-методы для оперативного контроля, конечно, очень полезного и необходимого, хотя часто поверхностного и не совсем точного. В то же время стандарты предполагают проведение при необходимости испытаний заполнителей в бетоне как более надежных. Например, согласно ГОСТу 10.268, в случае получения неудовлетворительных результатов при испытании заполнителя на морозостойкость, уже после этого проверяют морозостойкость бетона на этом заполнителе. То есть только после этого делают выводы о пригодности или непригодности данного заполнителя. Исследование заполнителей в бетоне предусмотрено стандартами для выявления их стойкости среди цементного камня, коррозионного действия и других случаев. И вот именно испытание в бетоне, оно дает важную дополнительную информацию, особенно в сочетании с другими методами. Ну вот относительный объем открытых пор в некоторых заполнителях, как мы уже знаем, достигает 20-25%. Поэтому расчет состава бетона без учета дополнительной потребности в цементном тесте может привести к уменьшению выхода бетонной смеси и замеса и изменению свойств по сравнению с требуемыми. И вот очень важной технологической характеристикой заполнителей является их водопотребность. Что такое водопотребность? Это расход воды, физически связываемой с заполнителем в бетонной смеси. То есть это та вода, которая необходима для смачивания поверхности заполнителя и заполнения вот этих вот открытых пор. Даже кварцевый песок, допустим, с плотными зернами, да, он обладает значительной водопотребностью, тем более пористые заполнители. И вот нередко в технологии бетона рекомендуют добавлять воду, исходя из водопоглощения заполнителя в обычных стандартных условиях на 10-15 минут или же принимать 50% или иную долю стандартного водопоглощения за 1 час. Такие приёмы, конечно, ненадёжные. И вот значительно надёжные испытания, конечно, заполнителей в бетоне. И вот с Кронтаевым Баженовым был предложен метод определения водопотребности заполнителей, основанных на подборе смесей одинаковой подвижности с испытываемым заполнителем и без него. Для определения водопотребности песка готовят цементно-песчаный раствор, да, соотношение 1 к 2 по массе. И добавляют воду до тех пор, пока расплыв конуса на встряхивающем столике по ГОСТ 310.4 не окажется таким же, как расплыв цементного теста нормальной густоты без песка. И вот водопотребность песка мы определяем вот по этой формуле, да, где ВЦР – это водоцементное отношение цементно-песчаного раствора. ВЦР – это водоцементное отношение цементного теста нормальной густоты. А двойка – это соответствует числу частей заполнителя, приходящихся на одну часть цемента в приготовленном растворе. Подобным образом определяют водопотребность крупного заполнителя. В этом случае подвижность бетонной смеси подбирают такую же, как подвижность растворной смеси. Вот, пожалуйста, посмотрите, и мы будем определять ее вот по этой формуле, да. Здесь ВЦР – это водоцементное отношение бетонной смеси, а 3,5 отражает расход крупного заполнителя, то есть состав бетонной смеси по массе 1 к 2 и к 3,5. Ну вот, если же заполнители характеризуются высоким водопоглощением, то рекомендуется подвижность смеси определять дважды. Это сразу после приготовления замеса и через 30 минут. Вот во втором случае при необходимости добавляют воду, компенсируя поглощенную заполнителем. И таким образом определяют водопотребность заполнителя, включая его водопоглощение в бетонной смеси за 30 минут. Вот методика определения водопотребности пористых заполнителей, основанная, ну как и вышеописанная, да, которую мы говорили до этого, на сопоставлении смеси одинаковой подвижности, она была разработана ракеляном. Вот с точки зрения формирования структуры цементного камня в бетоне, наибольший интерес представляет водопоглощение заполнителя за время от момента затворения водой бетонной смеси до конца схватывания. От того, сколько воды останется в цементном тесте, к концу периода формирования структуры, зависит прочность и другие важнейшие свойства бетона. Есть методика, которую разработал Горчаков, его сотрудники. И она основана на сравнении периода формирования структуры бетона на данном заполнителе в цементе с периодом формирования структуры цементного теста, приготовленного на том же цементе. И вот в первую очередь исследуют сначала цемент. Как исследуют? Готовят тесто при разных водоцементных отношениях и определяют скорость прохождения ультразвука. Сначала, конечно, ультразвук, он очень мал и незначительно изменяется со временем. Но наступает такой момент, это чем больше водоцементное отношение, тем этот момент наступает позже. Когда скорость ультразвука резко увеличивается. То есть это такой момент, когда цементное тесто уже превращается в цементный камень. Фиксируя вот этот момент, строят эталонный график зависимости, продолжительности периода формирования структуры цементного теста от водоцементного отношения. Затем готовят бетонную смесь на испытываемом заполнителе. И по скорости прохождения через неё ультразвука определяют продолжительность периода формирования структуры. Что позволяет найти по эталонному графику истинное водоцементное отношение цементного теста, то есть цементного камня в бетоне. И затем, зная уже истинное водоцементное отношение и общий расход воды, можно очень легко найти долю воды, приходящегося на заполнитель. Столько воды надо будет добавлять в бетонную смесь в дополнение к тому расходу, который необходим для получения в бетоне цементного камня требуемой прочности. Очень часто заполнитель приходится испытывать в бетоне для оценки его прочности. Так как те методы испытания на прочность, которые мы с вами рассмотрели на прошлых лекциях, они недостаточно её характеризуют. Вот согласно ГОСТу 10.268, устанавливая минимальные марки по прочности щебни и гравия для тяжёлых бетонов, предусматривают в ряде случаев определение пригодности заполнителей по результатам их испытания именно в бетоне. И вот методика испытания стандартам следующая. Обычно заполнители считают пригодным, если бетон требуемой прочности получается при нормируемом расходе цемента. Ещё один способ испытания крупного заполнителя в бетоне, разработанный, давайте мы с вами рассмотрим. Он предполагает предварительный расчёт по формулам водоцементного отношения для получения бетона требуемой прочности на цементе известной активности. По этому способу испытывают бетонные образцы с различным расходом испытуемого заполнителя. И в одной серии опытов бетонную смесь почти максимально насыщают крупным заполнителем, расходуя при этом 900-950 литров на один куб. То есть это такое контактное расположение будет заполнителя, а в другой испытываемого заполнителя даётся меньше, то есть не более 750 литров на один куб. Это такое плавающее расположение. И если в обоих случаях расчётная прочность бетона будет достигнута, то заполнитель можно применять в бетоне данной марки без ограничения. Ну а если же прочность бетона окажется ниже требуемой, то заполнитель признают непригодным. И, наконец, если требуемая прочность бетона достигается при плавающем расположении заполнителя, но не достигается при контактном, то расход такого заполнителя для получения бетона требуемой прочности ограничивают. Согласно ГО 122.263, щебень и песок из пористых горных пород предписано испытывать в бетоне последующие методики. То есть мы готовим три бетонных замеса с заданных стандартом составов, которые отличаются только расходом цемента. По результатам испытания образцов строят график зависимости, предела прочности и плотности бетона от расхода цемента. И затем по этому графику определяют расход цемента, который необходим для получения бетона с требуемыми свойствами. И если он не выше нормативного, то заполнитель признают пригодным. Я хочу с вами остановиться на рациональном методе оценки качества крупного заполнителя, который предложил Ваганов. И он применительно к крупному пористому заполнителю керамзиту. Так вот, сущность его состоит в нахождении опытным путем зависимости прочности бетона на данном крупном заполнителе, в частности на керамзите, от прочности его растворной части, то есть от прочности того же бетона, но без испытываемого заполнителя. Эта зависимость показывает роль крупного заполнителя в формировании прочности бетона и дает возможность установить, для каких марок бетона данный заполнитель целесообразно использовать. Ваганов установил, что связь между прочностью бетона на керамзите и прочностью растворной части бетона, они не зависят от состава раствора, от водоцементного отношения, продолжительности твердения, и других технологических факторов. Все эти факторы, конечно же, влияют на прочность раствора, но таким же образом они влияют и на прочность бетона. Так что вот такая зависимость, она инвариантна к качеству растворной части и связана лишь с содержаниями и свойствами испытываемого в бетоне крупного заполнителя. И в своих опытах Ваганов отдельно готовил и испытывал образцы из раствора и бетона. То есть в обоих замесах выдерживались постоянные для каждой серии опытов соотношения цемента и песка, водоцементного отношения, но в бетоне несколько увеличивался расход воды с учетом поглощения керамзитом. Но, однако, нельзя точно предсказать вот этот расход воды, впитываемый заполнителем из бетонной смеси. Поэтому добавка воды в бетонную смесь может привести к существенным погрешностям, то есть раствор в отдельных образцах и растворная часть в бетоне могут оказаться неидентичными. Вот в этом был один из недостатков методики Ваганова. Кроме того, вот эта методика не давала количественной оценки прочности заполнителя, так как Ваганов пытался объяснить получение бетона той или иной прочности благоприятным или неблагоприятным соотношением деформативных свойств керамзитового заполнителя и раствора. И собственную прочность керамзита считали уже заведомо малой, ну и ориентируясь на результатах его испытания в цилиндрах. И вот Ицкович разработал методику испытания пористых заполнителей в бетоне, которая развивала идею Ваганова. В чём она заключалась? В данном случае вот и бетонные, и растворные образцы каждой серии опытов готовят из одного замеса. То есть бетонную смесь после тщательного перемешивания и выдержки для стабилизации процесса водопоглощения, да, испытываемого керамзита делят на две части. Из одной формуют бетонные образцы, кубы, а другую просеивают через сито, отделяя от крупного заполнителя, то есть от керамзита, и вот эту растворную часть бетонной смеси для формования растворных уже образцов. И именно при такой технологии идентичность качества раствора в образцах и в бетонной смеси обеспечивается более надёжно при, допустим, раздельном приготовлении, как у Ваганова. И вот он получил вот такую зависимость, да. Это результаты испытания в бетоне искусственного пористого заполнителя аглопорита. Часть опытных точек здесь расположились на графике выше диагонали. Это говорит о том, что прочность аглопорита бетона, она оказалась выше прочности входящего в его состав раствора. А другая часть опытных точек, это в области высоких показателей прочности, да, они расположились ниже диагонали. То есть прочность аглопорита бетона оказалась ниже прочности раствора. И вот этот данный график, он не только иллюстрирует эффективность применения испытанного заполнителя в бетонах той или иной заданной прочности, но и даёт возможность найти фактический предел прочности заполнителя. Вот этот фактический предел прочности заполнителя, он соответствует той точке на графике, да, где опытная кривая пересекает диагональ при равной прочности бетона и раствора, да. И оно где-то у нас в данном случае где-то примерно около 25 мегапаскаль. Цель всех ранее описанных методов, она состояла лишь в определении пригодности заполнителя для получения бетона требуемой прочности. Предлагаемая методика позволяет получать количественное выражение прочности заполнителя в бетоне и объективную характеристику заполнителя, которую можно использовать при расчёте ожидаемой прочности бетона. Вот испытав таким же образом заполнители разной прочности, можно получить на графике ряд подобных кривых и далее же использовать этот график в качестве номограммы, облегчающей испытание нового заполнителя. При этом достаточно изготовить и испытать на прочность одну серию образцов из бетона и раствора, чтобы по кривой, на которую попадает нанесённая на номограмму опытная точка определить искомую прочность заполнителя. И вот именно такая методика испытания пористых заполнителей на прочность в бетоне, она предусмотрена ГОСТом 97-58 и рекомендована для определения качества заполнителя в лабораториях потребителей и при оценке качества сырья, предназначенного для получения пористых заполнителей. И вот при полученных данных, допустим, да, вот как на этом рисунке, да, в замесах бетонной смеси во всех опытах, опытах, да, каждая серия опыта, она даёт одну точку, выдерживалась постоянным объёмное содержание вот именно крупного заполнителя. Ну, а возможно и другой подход, допустим, с определением прочности бетона при различном содержании в нём заполнители, да, то есть это вот даёт такой вот размах для последующих исследований заполнителей. то есть уже мы можем определять прочности при различных содержаниях заполнителя получать вот эти же кривые. И вот, допустим, был исследован бетон с различным содержанием керамзита, и где-то и можно было использовать для определения прочности применённого в оптах керамзита, и она соответствовала точке тоже пересечения кривых. Теперь, общим для всех заполнителей, конечно, требованием является однородность, то есть постоянство свойств и показателей качества заполнителя от пробы к пробе, от партии к партии, обеспечивающей стабильность работы заводов и гарантированного качества получаемого бетона. Испитав небольшую пробу заполнителя, по полученным результатам оценивают его качество в пределах всей партии. Чтобы избежать при этом больших ошибок, стандарты рекомендуют определённые правила отбора проб для испытаний, например, из разных мест штаб или, бункера, вагона или судна. Вначале отбирают 10-15 частичных проб, затем их тщательно перемешивают, получая таким образом среднюю такую представительную пробу, поскольку она по объёму больше, чем требуется для испытаний, её делят по предусмотренным стандартам и правилам, чаще всего при этом прибегают к вартованию, состоящему в следующем. Пробу заполнителя укладывают на горизонтальной поверхности в виде диска, делят по двум взаимно-перпендикулярным диаметральным плоскостям на четыре равные части, две любые противоположные четверти отбрасывают, остаток же после перемешивания вновь укладывают в виде диска и делят последовательным подротованием до получения требуемого объёма. И вот для сокращения объёма средней пробы стандарты рекомендуют также специальные устройства это такой желудочный делитель. Все стандартные испытания заполнителя повторяют по 3-5 раз, а показатель качества вычисляют как средние из полученных результатов параллельных испытаний. ошибки ну и о различных ошибках, которые могут ошибки в результате опыта можно тоже разделить на 3 группы это систематически случайные и промахи все эти ошибки вы будете очень подробно рассматривать на лабораторных занятиях. Так следующее давайте мы посмотрим как влияют заполнители на свойства бетонной смеси. При проектировании состава бетонной смеси исходят из необходимости получения бетона заданной прочности и консистенции при минимальном расходе цемента. И для бетонов плотной структуры требование минимального расхода цемента обеспечивается максимальным насыщением объема бетона заполнителями. Вот если пустотность крупного заполнителя, допустим, грави и щебня мы знаем, пустотность знаем мелкого заполнителя, то мы можем в этом случае определить пустотность смеси мелкого и крупного заполнителя. ну, допустим, пусть у нас пустотность грави 32%, пустотность песка 27%, то, подставив это все в формулу, мы получим, что минимальная пустотность смеси грави и песка составляет 8,6%. То есть, смотрите, если мы используем только грави у нас 32%, если просто песок 27%, а именно смесь дает минимальную нам пустотность. Теперь пустотность смеси заполнителей, она определяет расход цементного теста. Чем меньше крупного заполнителя в смеси, тем больше пустотность и расход цементного теста. Если вообще отказаться от применения крупного заполнителя, то получает мелкозернистый бетон, пустотность заполнителя, для которого, как мы выше рассматривали, он составит 27%. Соответственно, возрастает и расход цемента, поэтому, как правило, всегда стремятся насытить бетонную смесь крупным заполнителем. И его должно быть не менее 0,7 кубов на 1 куб смеси. Ну, Спивак, он предложил оценивать зерновой состав заполнителя для легкого бетона структурным фактором. Это отношение объема мелкого заполнителя в насыщенном виде к сумме полуфракционных объемов мелкого и крупного заполнителя. И вот это оптимальное значение этого показателя, оно обеспечивающее лучшие свойства легкого бетона при наименьшем расходе цемента определяют максимум суммы полуфракционных объемов мелкого и крупного заполнителя в единичном объеме смеси, то есть наименьшей пустотностью смеси заполнителей. С целью снижения расхода цемента следует применять также крупный заполнитель с возможной меньшей пустотностью. Для этого составляют наиболее рациональные смеси различных по крупности фракций заполнителя и чем больше диапазон крупности зерен смеси заполнителя, тем меньше может быть расход цемента, поскольку каждая более крупное зерно заполнителя замещает равновеликий объем бетонной смеси, поэтому при бетонировании массивных сооружений помимо обычного заполнителя добавляют так называемый изюм, это крупный булыжник, рваный камень и так далее. Согласно СНИПу предельная крупность заполнителя должна быть не больше 3-4-х расстояния между прутями арматуры железобетоне или 1-4-й наименьшего размера сечения балочных элементов или 1-2-й толщины плитных элементов следует иметь ввиду, что уменьшение предельной крупности заполнителя ведет к относительному перерасходу цемента. расход цементного теста на 1 куб бетона тем больше, чем больше удельная поверхность заполнителя. При этом наибольшее значение имеет удельная поверхность песка. Чем мельче зерна, тем больше удельная поверхность. Удельная поверхность гравия составляет где-то 1,5 квадратный сантиметр на грамм. Обычного песка, оно средней крупности, допустим, фракции 40-70, где-то 40-70, а мелкого песка до 200 квадратного сантиметра на грамм. естественно, что применение слишком мелких песков, оно ведет к перерасходу цемента. Как указано выше, пустотность и удельная поверхность заполнителя, оно зависит не только от крупности, но и от формы зерен. при одинаковой крупности грави, состоящий из зерен округлой окатанной формы, способных укладываться более компактно, отличается от щебня несколько меньшей пустотностью и меньшей удельной поверхностью зерен. Некоторые виды пористых заполнителей имеют сильно развитую поверхность, открытую пористость и повышенную пустотность. Ну, это, например, природные шлаковые пензы, аглопоритовый щебень, топливные шлаки. Вот именно для таких заполнителей особенно важно иметь объективные оценки характеристик, получаемые при испытании в бетоне или в цементном тесте. От содержания и качества заполнителя, конечно же, зависит расход цементного теста, необходимого для получения бетона плотной структуры. Однако заполнители влияют не только на расход цементного теста, но и на его качество, так как связывают в бетонной смеси часть воды из водотворения и тем самым изменяют истинное водоцементное отношение. Поэтому необходимо учитывать, определяя заранее водопотребность заполнителей. водопоглощение заполнителей следует определять и учитывать при проектировании состава бетонной смеси и водопоглощение зависит от пористости заполнителя, а также от вида пор, которые могут быть открытыми или замкнутыми, крупными или мелкими, в форме ячеек или капилляров. И вот наиболее интенсивный отсос влаги, который может привести к значительному обезвоживанию цементного теста и потере удобо укладываемости бетонной смеси наблюдается при применении заполнителей с открытой мелкой пористостью, особенно капиллярной. переходим к следующему вопросу, это как раз приготовление бетонной смеси. Ну вообще задача этого этапа технология заключается в точном дозировании компонентов бетона и тщательном их перемешивании для получения однородной бетонной смеси. И вот в зависимости от свой заполнителей выбирается способ их дозирования. вот так, если применяются заполнители из плотных каменных пород, то дозирование должно осуществляться преимущество не по объему, а по массе. Поскольку плотность таких пород, как правило, постоянно, но при дозировании по массе в каждом кубическом метре бетона заполнитель будет занимать постоянный объем. Иное дело, когда применяют пористый заполнитель, например, керамзитовый гравий. Его зерна могут иметь различную степень вспучивания, неодинаковую плотность, две равные по массе порции керамзитового гравия могут отличаться по объему, который они займут в бетоне. И вот в этом случае целесообразнее дозировать заполнитель по объему. Теперь свойства заполнителей необходимо учитывать и при определении способа перемешивания. Вот, допустим, гравитационные бетонные смесители, составляющие бетонной смеси, перемешиваются при многократном свободном падении во вращающемся барабане под воздействием силы тяжести. Этот способ перемешивания может быть использован, когда крупный заполнитель тяжелее цементного теста или растворной части бетонной смеси. Если же заполнитель легче и всплывает, необходимо применять бетонные смесители уже принудительного действия или растворы смесители. Для перемешивания обычных тяжелобетонных смеси раствор смесители не используют, так как зерна высокопрочного гравия или щепня, попадая между лопастями корпуса, могут вызвать поломки. В случае же применения менее прочных пористых заполнителей, но это вообще не используется. Теперь рассмотрим вопрос о дроблении зерен малопрочных допустим пористых заполнителей в процессе перемешивания бетонной смеси. Но существует мнение, что это допустимо, особенно при дефиците мелких фракций пористых заполнителей. Иногда используются смесительные машины, частично дробящие и размалывающие заполнители в процессе приготовления бетонной смеси. Хотя в некоторых конкретных случаях такая технология может оказаться приемлемой, но изменение зернового состава заполнителей при перемешивании бетонной смеси не следует допускать, так как этот процесс практически невозможно контролировать и полученные таким образом бетонные смеси оказываются неоднородными. То есть при приготовлении крупнопористого бетона измельчение заполнителей недопустимо. А в случае применения плотных высокопрочных заполнителей бетонной смеси можно готовить в смесителях принудительного действия или гравитационных, а при использовании пористых заполнителей только гравитационных. Теперь интенсивность и продолжительность перемешивания для получения бетонных смесей достаточной однородности они зависят в том числе от крупности заполнителей формы зерен, шероховатости их поверхности, чем больше суммарная площадь поверхности зерен заполнителя, то есть в этих мелкозернистых смесях, тем продолжительнее необходимо перемешивание. И особое внимание при транспортировании бетонной смеси к месту укладки должно быть удивлено именно сохранение однородности и технологических свойств. Способность бетонных смесей противостоять расслаиванию и сохранять требуемую удобовкладываемость в значительной степени тоже зависит от содержания и качества заполнителей. С крупностью зерновым составом заполнителей также связан выбор метода формования бетонных смесей. При вибро обработке следует иметь ввиду, что для крупнозернистых смесей эффективна низкочастотная вибрация, это примерно 3000 колебаний в минуту с достаточно большой амплитудой колебаний, это 0,5-0,7 миллиметра. А для мелкозернистых высокочастотная, это примерно 7-14 тысяч колебаний в минуту с меньшей амплитудой, то есть 0,2-0,4 миллиметра. Ну, условия и интенсивность твердения бетона естественное, что в определенном мере тоже зависят от свой заполнителей. При твердении бетона в естественных условиях преимущество дает применение пористых заполнителей, которые аккумулируют в своих порах часть воды затворения, отдают ее по мере необходимости твердеющему камню, благодаря некоторому запасу воды, такие бетоны менее чувствительны к неблагоприятным условиям твердения на открытом воздухе. Это свойство можно использовать при ускорении твердения бетона термообработкой. Если обычные бетоны при этом необходимо предохранять высыхание, это, например, пропаривание среди насыщенного водяного пара, то для теплоизоляционного перлита бетона может быть применен прогрев в сухой среде. В силу особенностей капиллярной структуры и процесса массообмена твердеющий цементный камень в бетоне не высохнет до тех пор, пока какой-нибудь влаги еще сохранится в заполнителе. И с твердением бетона связано также тепловыделение за счет экзотермических реакций гидротации цемента. Если бетонируемое сооружение массивно, это может привести к значительному перегреву глубинных слоев бетона, неравномерным температурным напряжением и деформациям, к образованию трещин и для обычных портланцементов в первые дни твердения выделение теплоты достигает до 200 килограмм на килограмм и заполнитель способствует рассеиванию уделяемой теплоты и уменьшает температурные перепады и деформации. Теперь я вам на вот эти контрольные вопросы вам я даю для самостоятельной дополнительной работы. Первый вопрос в чем особенности преимущества испытания заполнителя в бетуне? Второй вопрос как характеризуется однородность заполнителя? И третий вопрос как оценить статические вероятные колебания по результатам проведенных испытаний? И даю вам список литературы который вам поможет найти ответы на данные вопросы. Спасибо за внимание лекция закончена.